В образовательный форум Таврида на Бакальской кассе Смена молодых журналистов объединила более 300 участников из разных регионов страны Корреспонденты телеканалов, представители печатных СМИ, блогеры Здесь все одна, большая творческая семья В погоне за мечтой они преодолели тысячи километров В Крым самолетом, автобусом, автомобилем Только бы попасть туда, где сама природа вдохновляет и настраивает на творческий лад Мне нужно было сначала добраться до аэропорта в городе Кемерово От Кемерово я летел на самолете 4,5 часа, прилетел утром Я приехал из республики Удмуртия Для меня Таврида это способность проявить себя, способность показать себя Будучи шеф-редактором Калмыцкого национального телеканала «Хамдан Калмыки» Я приехал сюда уже в роли участника форума Это отличный праздник для таких, как я, журналистов, которые могут тут не только перенять опыт друг у друга Но и познакомиться друг с другом, наладить связи, обменяться контактами И, естественно, послушать наших уважаемых спикеров И не только послушать, но и законспектировать Задать острые вопросы и, конечно, сфотографироваться на память Зал переполнен, обсуждают медиатренды года По мнению экспертов, люди все чаще узнают новости из социальных сетей Что бы я отметил и выделил В 2017 году это выход из любительской трештения Ютьюба Ютьюб все больше и больше превращается в контент производителя, а не в контент потребителя Если раньше на Ютьюбе обычно ролики какие-то брались до телевизионного эфира Либо же в Ютьюб мы загружали свои телевизионные продукты То сейчас Ютьюб сам по себе порождает очень много видеопродукта Современный журналист универсал, отмечают специалисты Сам себе и оператор, и монтажер На ты с техникой активно пользуются соцсетями, осваивают новые технологии Журналист, по крайней мере, на текущую секунду должен быть абсолютным виртуозом телефона Телефон должен быть для него всем Он должен уметь писать на телефоне, фотографировать на телефоне Гнать видео на телефоне, монтировать и так далее Снял, на телефон смонтировал, аудиодорожка и отправил куда-то, выложил Работать с аудиоредакторами и, на мой взгляд, кодить Если нет, то, по крайней мере, учиться Другая позиция по этому вопросу у Петра Толстого Его мнение – журналист не обязан обладать большим количеством навыков Главное – здраво мыслить и объяснять сложные вещи простым языком Попытки делать универсальных солдат, они были в Европе Они с треском провалились Я могу вам сказать, масса коллег, которые, будучи репортерами, освоили камеры и бегали Потом сейчас они с фотоаппаратами стали бегать и так далее Значит, у них одна из двух вещей всегда получается криво Либо картинка плохая, либо они не соображают, что они делают Вот, и таких вот удачных примеров я не знаю Петру Толстому задавали вопросы не только о профессии, но и личной Почему ушел в политику, как реагирует на публикации о себе, какие книги читает Корреспондент из Зеленогорска Алексей Воложанин поинтересовался Почему в стране до сих пор не установлен памятник журналисту? Все люди считают, что а, политика это грязное дело, б, журналисты все продажные Поэтому это надо преодолевать, но это, к сожалению, стереотип, который за год не изменится И за два не изменится Но я уверен, что вот вы его измените А на встрече с тележурналистом, депутатом Госдумы Евгением Ревенко Говорили о работе представителей СМИ в горячих точках Минутой молчания почтили память корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и оператора Антона Волошина Они погибли в 2014-м в результате минометного обстрела во время съемок на юго-востоке Украины Вопрос отправки корреспондента и съемочной группы в горячую точку Это вопрос очень всегда непростой У нас не было в редакции никогда в каком-нибудь каптерке, в каком-нибудь хранилище Никогда не было касок, бронежилетов, ну не было Но мы ими обзавелись И я сам лично примерял эти все бронежилеты и каски Как со временем не зачерстветь и остаться человечным в такой профессии? Если зачерстветь и останете равнодушной Это будет означать клиническую профессиональную смерть Надо любить жизнь Надо любить жизнь и нужно любить людей, о которых вы рассказываете По-другому не бывает На форуме Таврида члены Общероссийского народного фронта Презентовали журналистам свои проекты Среди которых за честные закупки, генеральная уборка, равные возможности детям, Дорожная инспекция ОНФ, карта убитых дорог Благодаря работе журналистов Дороги, которые находятся даже в далеких поселках Они становятся ощутимые и осязаемые И видим всю историю, всю проблему, которая беспокоит граждан И руководитель того же любого региона, где находится вот эта плохая дорога Он уже не может сказать, что я не знаю об этой дороге Мы можем определить, как у нас реализуется реформа в сфере обращения с отходами Что у нас происходит с экологией И журналисты важны для Общероссийского народного фронта Потому что они являются драйверами И многие обращения, которые сегодня есть на интерактивной карте свалок Были туда размещены именно журналистами Кроме того, на смене дали старт новому направлению работы ОНФ – молодежки Задача – поддержать молодых людей со всей России И помочь им в воплощении идей и планов Перед запуском площадки организаторы изучали социальные группы Среди которых школьники, выпускники вузов, молодые семьи На основании этого разработали систему конкурсов Именно вся эта система конкурсов входит в формат «Время молодых» То есть, если вы хотите писать сочинения – пожалуйста, welcome Если вы хотите делать доброе дело, делайте это доброе дело Мы начнем с одного активного конкурса здесь и сейчас Хотя бы в плане того, что твори свой мир, твори свой двор, твори свою жизнь Молодежь на территории всей Российской Федерации уже давно и активно работает на всех проектах Общероссийского народного фронта И выделение нашего направления как в молодежку – это именно посыл снизу Что молодежи стало настолько много, что ей нужно уделять особое внимание Для тавридовцев подготовили и практику Впервые в рамках смены открыли три тематические школы Эксперты рассказали о тонкостях работы – телевизионных, печатных и интернет-смин «Мне было интересно, как сейчас мыслят мои коллеги, хотя я не намного старше их И сам молодой журналист Но для меня самое главное, что я нашел еще единомышленников, контакты их Потому что у нас бывают часто командировки в разные регионы России И, соответственно, теперь я точно знаю, что у меня могут быть помощники в этих регионах Еще одна фишка смены – деловая игра На один день таврида превратилась в вымышленный регион – богатый край Участники разделились на шесть медиахолдингов Каждый рассказывал о жителях и событиях города Златограда В медиаплане – пресс-завтрак у губернатора Выставка картин мэра, митинг недовольных родителей Репортажи снимали фотоаппаратами и мобильными телефонами Писали статьи, делали интернет-мэмы Ребята в течение семи часов вели трансляцию своих шести медиахолдингов Они выбирали выпускающего редактора, главного редактора Бегали за нашими героями и попытались найти эксклюзив Мы увидели, что журналисты, наши участники, региональные журналисты Умеют работать в условиях, когда нет времени практически Когда должен прибежать, показать одно событие, потом бежать еще куда-то Когда у тебя времени практически нет, но тебе нужно это снять, написать, смонтировать и выдать в эфир Перед закрытием смены с участниками встретился глава Крыма Сергей Аксенов В начале беседы сразу предупредил, к пресс-конференциям заранее не готовится, ответит на любые вопросы Журналисты спрашивали о дальнейшем развитии республики и взаимодействии с другими регионами Я как руководитель субъекта борюсь за эффективность работы в своем регионе Поэтому хотелось бы, чтобы лучшие мозги приезжали сюда, находили себя здесь и чувствовали себя здесь комфортно В Крыму все безопасно, о том, что Крым настоящий субъект Российской Федерации Полноценный, даже если какие-то вопросы с точки зрения законодательства у нас еще не отрегулированы То есть здесь живут россияне, которые любят свою страну Кроме образовательной программы, у тавридовцев хватало времени и на отдых Море, пенная вечеринка, танцы, пляжный волейбол, запуск воздушного змея Все это останется на фотографиях и видеозаписях Вот этот вот заряд в целом позитива, я, наверное, его никогда не забуду Потому что на таких форумах всегда очень сильно заряжаешься энергией Приезжаешь домой, заходишь в свою редакцию и начинаешь что-то творить, вытворять Говоришь, давайте делаем так, давайте так То есть куча-куча идей, хочется все это реализовать Каждый день он был просто мега насыщен Наверное, сейчас, вспоминая самыми яркими, можно назвать первые впечатления Когда мы только приехали, увидели этот лагерь Наверное, каждый из нас увезет отсюда очень много ярких впечатлений И очень сложно сейчас выделить какое-то одно Восьмую, финальную смену Тавриды-2017 закрыли концертом и фаер-шоу Кроме сертификатов и книг в каждый регион России улетит частичка крымского тепла Черного моря и, конечно же, воспоминания о яркой неделе, где все было Таврида Анастасия Синица, Михаил Валабуев, информационный канал Севастополя Бокальская коса, Крым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин